Коронавирус прочно и надолго вошел в нашу жизнь, но самое главное не поддаваться панике, ведь медики имеют весь арсенал необходимых средств для помощи даже в самых тяжелых случаях. Важно не допускать перегруженности медицинских учреждений, чтобы больничных коек хватило тем, кто находится в критической ситуации и кому они действительно нужны. Сейчас ситуация стабильная. Жизнь нас научила, 2020 год был показательным годом и если мы в то время были готовы, то сегодня у нас есть, ну мы и тогда имели все, но у нас сегодня за эти годы произошло значительное переоснащение, в первую очередь дыхательного оборудования, потребление кислорода, вы все знаете, что увеличилось, поэтому мы полностью модернизировали использование и производство кислорода. Я всегда говорил о том, что у нас была своя фабрика производства кислорода, но мы ее добавили еще и кислородными газификаторами, это две емкости по 5 тонн каждая и перестроили полностью кислородную станцию, у нас есть место для хранения, в том числе еще и баллонов, то есть мы сегодня в плане кислорода обеспечены на питание из трех источников. Что касается медикаментов и всего остального, у нас это есть неприкасаемый запас и текущее количество достаточно, поэтому все у нас есть. Сотни предприятий, частных компаний, просто небезразличных людей в Беларуси оказывали и продолжают оказывать самую разную помощь больницам, где принимают пациентов с коронавирусом. Очередной транш помощи от компании «Бремер» состоялся в Брестской областной клинической больнице. Акцент на пожилых людей, более 80 единиц посуды для питания, полторы тысячи гигиенических средств для взрослых. Все это позволит закрыть текущую потребность больницы в этом направлении. В данном конкретном случае это средства индивидуального ухода за лежачими больными, памперсы, одноразовые пеленки, посуда, которая позволит более эффективно ухаживать за лежачими больными. До этого компании, как только началась пандемия, в первые же дни был сформирован план оказания помощи. И мы оказывали данную помощь в покупке аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты для врачей. И эта программа у нас действует на протяжении двух лет. И в следующий бюджет мы тоже закладываем помощь для учреждений здравоохранения как города, так и области. Если сравнивать с теми волнами, которые мы пережили, то сегодня ситуация, можно сказать, что хорошая, она стабильная. И в цифрах это выглядит таким образом, что мы сегодня имеем пациентов 3% от пика, который мы имели во время разгара пандемии. Поэтому в целом ситуация неплохая. К нам, правда, к нам поступают каждый день пациенты с коронавирусной инфекцией. Очень много пациентов поступает пожилого возраста с различными сопутствующими заболеваниями, которые требуют в том числе и индивидуального ухода, и средств гигиены, и средств ухода. Конечно, мы много чего покупаем, у нас много что есть, но такие моменты, где нам необходима помощь, вот те организации, которые существуют рядом, которые есть в нашем городе, в том числе организация «Бремор», которая является постоянным спонсором нашего лечебного учреждения. Ранее компания «Бремор» закупила за свой счет 5 аппаратов ИВЛ для Бреста. Оборудование используется в Брестской областной клинической больнице и Брестской городской больнице номер один. Также микроавтобус для Брестской областной детской больницы и 31 тысяча масок-респираторов. Всего группа компаний «Санта» в период пандемии оказала медучреждениям помощь на более чем 2,5 миллиона рублей. Мы понимаем, что забота о здоровье – это забота всей страны, и мы не хотели оставаться безучастными. В борьбе с этой страшной болезнью, поэтому с первых дней руководство предприятия приняло решение оказывать все, что возможно, с учетом и санкционных вопросов, которые возникали, помощи учреждениям здравоохранения. Будет ли навсегда побежден коварный вирус или просто перейдет в разряд обычных заболеваний – этого наверняка не знает никто. Но чтобы перестраховаться и встретить наступающий 2023 год, здоровым и в хорошем настроении, следите за своим состоянием. И если что-то тревожит, обращайтесь к врачу.